Добрый день, доброе утро, дорогие друзья! Чуть я с переездами опоздал, извиняюсь, значит, но лучше поздно, чем никогда. Мы сейчас из московской прекрасной сути. Я сейчас нахожусь в Москве, да, всем здрасте. И мы все-таки успеем, вот я постарался успеть. Значит, сегодня тоже поучить Тору, как обычно. Потому что урок Торы в публичной, еще в суке, для Всевышнего это самое главное. Я где-то, не помню сейчас, где это было написано, но он сказал даже, можете меня говорить забыть, но Тору мы не оставляете. Так он сказал еврейскому народу, и в этом был большой смысл. Потому что если продолжать изучать Тору, то в любом случае ты вернешься ко Всевышнему. А если Тору забыть, то тогда можно... Знаете, многие люди говорят, я в сердце вообще люблю Бога, я такой верующий, Бога люблю. У меня есть пару таких знакомых, которые Бога любят, но реально искренне любят. А заповеди не соблюдают, вот представляете. И они так вот, любя Бога, значит, делают... Это знаете, как муж жене говорит, ты знаешь, дорогая, я тебя люблю, просто вообще, ну реально люблю. Ну сейчас я уезжаю на месяц с друзьями бухать, потом на месяц я уезжаю, мне там еще пару девушек нравится. Но я тебя люблю вообще, ты не понимаешь, как я тебя люблю. Вот примерно так же поступают те люди, которые любят Бога, но совершенно забывают о том, что Бог сказал, как эту любовь выражать, и что значит любить Бога. А это можно узнать только из Торы. Значит, причем интересно, что были такие люди в истории. Начиналось это с Дор-Энош. Дор-Энош это было третье поколение, третье, по-моему, или четвертое поколение. Ну в общем, до десяти. От Адам Решона, от первого человека, да. И они и Богу служили, да, они верили в Бога, прям сильно верили. Это Яков Шатадин, это я жена Архипова, у Рава Гольшмита. Так вот, значит, они, поколение Дор-Энош, они в Бога верили. Но они говорили, ну мы в Бога верим, но будем служить идолам. То есть, а что значит служить идолам? Это называется авадазара, чужое служение, чуждое служение. И в итоге это чуждое служение переходит, в конце концов, и Бога забывают. Как, например, была известная, самая известная авадазара, самое известное идолопоклонство, такое вот именно уже после исхода из Египта. Ну первое было после исхода из Египта, идолопоклонство, это был Золотой Телец. Золотой Телец, когда только они вышли. И это тоже было, это было удивительно, ведь они только что получили Тору. Только они слышали 10 заповедей, только они, значит, вообще, нет, 10 заповедей они еще не слышали. Маше Рабену поднялся на гору Синай, и потом он спустился. Теперь, но они слышали от Бога, я Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, и не будет у тебя других боков. Две заповеди они слышали на горе Синай. Сказали на Асевы Нишма, все. И тут, значит, Маше чуть-чуть задержался, они делают Золотого Тельца. Но как они сделали Золотого Тельца? Есть известное предание, это устная Тора, как это было. Значит, я вам сейчас расскажу, как раз это окончание, сейчас мы оканчиваем книгу Дворим Пятикнижия, Маше Рабену уже вот прощается с вересным народом, умирает. Вот я вам расскажу самый такой момент, несколько важных моментов. Значит, когда Маше Рабену выходил из Египта вместе с вересным народом, то передавалась традиция от Йосефа. Йосеф, он заклял своих потомков. Йосеф это был сын Якова. Он им сказал, что когда вы будете, когда Бог вас вспомнит, выведет вас из Египта, то заберите меня с собой. И эта традиция передавалась, передавалась, передавалась. И его гроб с телом Йосефа, он был в Ниле, он был в Ниле под водой. И Маше Рабену, когда пришло время выходить, он написал на такой золотой табличке имя Всевышнего, которое там есть 72 букви на имя, есть какие-то имена, те, кто понимают кабала, вот это вот, ну, практическая кабала, те, кто знают, как это все работает. У них есть какие-то специальные знания, которые позволяют управлять этой реальностью вместе со Всевышним. И Маше Рабену написал имя Всевышнего на золотой табличке и написал слова «Встань, Шор». У Йосефа его назвали Шор, его назвали Бык. Прямо в благословениях, которые дал Яков своим сыновьям, он назвал несколько раз Йосефа Быком. И Маше Рабену, когда повторял благословения коленом, он тоже назвал колено Йосефа и его сыновья Ефраем и Минаше, он их назвал тоже Шор, Бык. Бык это был на тот момент символ материального мира. И вот, значит, Маше Рабену написал на этой золотой табличке имя Всевышнего, написал слова «Встань, Бык» и, значит, бросил эту табличку в Нил. И гроб всплыл с Йосефом. Маше Рабену с его помощниками взяли этот гроб и вынесли Йосефа из Египта, чтобы его захоронить. И остальные колено они тоже вынесли своих основателей колен, то есть все братья, все сыновья Якова похоронены в Эрец-Исраэле. Теперь, значит, что было дальше. А дальше эту табличку подобрал человек по имени Миха. Его звали Михаяу, его было полное имя Михаяу. И он, значит, подобрал эту табличку. А этот Михаяу, он был из тех, которые, естественно, знали, что есть Бог. Невозможно было в том поколении не знать, что есть Бог, потому что Всевышний делал для них чудеса, десять казней, вывел их из Египта. То есть это было нереально, ну, сказать, что нет Бога, который управляет всей реальностью. Но этот Миха, он хотел вместе с Богом управлять реальностью. То есть он хотел, чтобы Бог делал то, что хотел Миха. Все мотивы людей, которые идут против Бога, только реализовать свои желания, только реализовать свои личные эгоистичные побуждения, своего эго. То есть они служат себе, своим желаниям, своему хочу и буду. И вот этот Миха, он думает, ну, хорошо, есть Бог, есть хозяин мира. Например, возьмем другой пример, есть царь в стране. Царь в стране установил законы, и у царя есть министры. Теперь есть, и этот царь там установил законы, что выделяется на строительство дорог, чтобы людям было хорошо, чтобы они ездили по дорогам, выделить миллион золотых монет. Это приказал царь. Теперь у царя же есть министр по дорогам. И этот министр по дорогам, он должен этот миллион золотых монет распределить. Теперь вот такой вот как Миха. Человек, который понимает, что есть царь и есть министр. Что делает этот такой как Миха? Это пример человека, который служит идолом. Но знает, что есть Бог. Он знает, что царь выделил миллион золотых на строительство дорог. Распределяет министр. Что делает этот человек? Идолопоклонник, который знает, что есть Бог. Он идет к министру, а не к царю, и говорит министру. Слушай, министр, дай мне, пожалуйста, подряд на строительство дорог. Тот ему говорит, так ты же не умеешь дороги строить, говорит министр. Он ему говорит, я не умею дороги строить, я дороги прекрасно строю. Давай так, миллион монет ты мне даешь на дороге, я 500 тысяч возвращаю тебе. И ты понимаешь, что я лучше всех дороги строю. Министр думает, ну да, в принципе, а что, если он мне даст полмиллиона сейчас обратно, то он, конечно, симпатичный парень. Да, и, наверное, и дороги сможет построить, если такую хорошую мысль придумал. И все идолопоклонники, они служат идолам, вот этим вот передаточным механизмом, чтобы заставить их служить себе. По большому счету, тот, который дает взятку, он же хочет из этого полмиллиона, которые ему дойдут, еще полмиллиона украсть себе дополнительно, а на 250 тысяч построить дороги. То есть до людей дойдет уже там 250 тысяч. Теперь вот этот Миха, теперь Миха, который был в поколении Машарабейну, спрашивают, кто такой был этот Миха. Этот Миха был один из тех еврейских детей, которых замуровывали в стены. И это была тоже известная история, когда Машарабейну обратился к Всевышнему, и он плакал и говорит, что ж ты так мучаешь еврейский народ, что детей забирают эти египтяне, их в стены замуровывают, когда нет терпичей. А Всевышнему сказал, он Всевышнему ответил, я, говорит, делаю все, как надо делать. То есть у меня есть те расчеты, которые тебе непонятные и неизвестные. Теперь, значит, говорит, я тебе покажу. И он оставил одного ребенка, которого хотели замуровать в стену. Из этого ребенка вырос вот этот Миха, который построил вот потом идола. Значит, этот Миха, он вырос, и он нашел эту табличку, взял, забрал себе, которую Машарабейну бросил в Нил, чтобы вытащить гроб Юсефа. И у него эта табличка оставалась. И когда, значит, народ обратился к Аарону, первосвященнику, и сказал, дай нам, не весь народ, всего там было 3000 человек, которые обратились, такие активные самые, активисты. И они говорят, дай нам кого-то вместо Машарабейну, чтобы мы знали, кому молиться. Нам нужен какой-то, какой-то, ну вот, чтобы мы знали, кому молиться. Какое-то нужно, чтобы мы представить могли. Это была их просьба. Понятное дело, что они знали, что это Бог их вывел из Едипта, непостижимый, бесконечный создатель мира, творец мироздания, который все мироздание создал и им управляет. Но как такого понять? Как такого постигнуть? Как его представить? Ты даже представить не можешь непостижимого и бесконечного. Так когда, и они просили, чтобы, когда был Машарабейну, как представитель этого непостижимого, бесконечного, пророк, через которого Бог говорил, тогда им было все понятно, удобно, хорошо, тебе сказали, что делать, чудеса, пожалуйста, там, ну, все, все Машарабейну для них делал. Но когда он ушел на 40 дней на гору Синай, получая Тору, и не возвращался, тогда они сказали Арону, брату, сделай нам кого-то символ, символ Бога. И Арон начал тянуть время, тянул время, говорит, приносите золото. Думал, что они золото любят больше, чем потребность в вот этом вот осязаемом божестве. Но они на удивление принесли свое золото и говорят, на тебе золото, делай нам золотого быка. Они не сказали быка, делай нам божество, которое будет идти перед нами. А Арон, первосвященник, он бросил это все золото в огонь. И тут этот мих откидает туда же в огонь вот эту вот табличку, на которой написано имя Всевышнего и написаны слова «Встань, шор», «Встань, бык». И оттуда выскочил вот этот золотой телец, который был символом божественной силы, которая управляет миром. Кстати, интересно, что вот этот телец, он сейчас стоит где? На Уолл-стрит. Он стоит на Уолл-стрит, такой бык, вот такой вот бык, только он не золотой, а медный. Это символ той силы, которой сейчас все поклоняются и которая управляет миром. Это деньги. Значит, ну, Всевышний разгневался, Машер Аббену сжег этого оттельца, говорит, вы что, только что Бог с вами разговаривал. Вы на ступени, когда для вас это идолопоклонство уже, ну, вообще невероятное. Значит, стер их, ну, дальше вы знаете историю. Теперь, что сделал дальше этот миха? Этот миха затаился, но он понял, как система работает. И потом, когда уже зашли в землю Израиля, когда уже был мешкан, вот передвижной храм стоял в шело, этот миха опять сделал идола, только уже серебряного идола он сделал, и поставил его в трех милях, примерно в пяти километрах от шело, от мешкана, от храма, где находился ковчег завета. Но почему люди шли к этому идолу-михе этого? Почему люди шли? Людям нужно все время что-то осязаемое, что ты можешь видеть, когда ты ему поклоняешься. И людям нужно такое понятное, нужен посредник между людьми и Богом. Как бы это психологическое такое желание. И, значит, этот миха сделал служение этому идолу, сделал его красивым. Он сделал его красивым, там маленькие идолы. Ну, в общем, сделал красивенькое такое служение. Это как раз та ошибка, ошибка людей... Не, миха не умер в пустыне. Миха... Вот это, кстати, хороший вопрос. Дмитрий Базанов задал очень умный вопрос, который я задам раввинам. Если все, кто вышли из Египта, они умерли в пустыне, только умерли те, которые были старше 20 лет. Может быть, может быть. И как раз тоже Дмитрий Базанов тогда все сходится. Если это был тот ребенок, которых египтяне засовывали в стену, и Машер Абейну молился Всевышнему, зачем ты позволяешь, чтобы убивали детей, а Всевышний сказал, что смотри, я сейчас одного оставлю, посмотрим, что из него вырастет. Тогда получается, что михе, когда был грех золотого тельца, было меньше 20 лет. А в пустыне умерли только те, кто были старше 20 лет. Поэтому вопрос снимается. Вопрос был хороший, Дмитрий Базанова, но мы нашли на него ответ прекрасно. Он не умер в пустыне миха, а ему было до 20 лет, когда был грех золотого тельца. Теперь вот эту вот большую ошибку совершают люди, которые любят Всевышнего. Они очень любят его, они искренне любят. У меня есть один знакомый, который очень-очень приятель даже, был друг, можно сказать, в свое время. И он прямо очень любил Всевышнего, соблюдал заповеди, а потом перестал соблюдать заповеди. Он считал, что любовь к Всевышнему можно проявлять так, как ты хочешь. Но это неправильно. Нельзя проявлять любовь к Всевышнему так, как ты хочешь. Всевышний дал заповеди и правила, и сказал, ими живите, то есть их делайте. А еврейский народ сказал, наосеванишма, сделаем, потом будем разбираться. Покляли соблюдать заповеди. Не получается служить, как ты хочешь, да? То есть есть правило, как надо служить, а если ты правило нарушаешь, то как бы ты не любил Всевышнего, проблемка. Понятно, да? Это как, еще раз приведу пример, как муж, который очень любит свою жену, и он при этом ведет себя по отношению к ней абсолютно не так, как она понимает, должен себя вести любящий муж. Поэтому его любовь, она, в принципе, для нее ничего не стоит. И можно даже сказать, что с ее точки зрения, это не любовь. Поэтому те, кто любят Бога, но заповеди нарушают, нужно призадуматься и начать все эти заповеди соблюдать. Чтобы их соблюдать, нужно их знать. Чтобы их знать, нужно изучать Тору. Поэтому мы Тору и изучаем. И это как раз мы разобрали сейчас момент, почему Всевышний сказал, что можете меня оставить. Он говорит, не надо мне вашей любовью, что я люблю Всевышнего. Но Тору мою изучайте и соблюдайте. Потому что без Торы вы не знаете, ни кто я, ни какой я, ни как мне служить. Понятно, да, идея? А служить ему не надо. Он дает, он наоборот, он дает нам возможность с помощью определенных специальных действий приблизиться к нему, жить доброй, хорошей, светлой жизнью. Как правило дорожного движения, да, Дамир правильно сказал, что тот, кто сильно спешит и нарушает при этом правила дорожного движения, может никогда никуда и не доехать. Хорошо, сегодня, значит, у нас, мы приближаемся к празднику Шмини Ацерет, вечером Шмини Ацерет. Все, заканчивается время Суккота. Мы последний вот сегодня день находимся в Суте. Только что вот была Ашана, Раба, ходили по кругу много раз, кричали Ашана, спаси нас, спаси нас. И, значит, у каждого есть какие-то, все отлично, все хорошо, да, у каждого есть какие-то в жизни моменты, в которых требуется помощь и спасение Всевышнего. И эти моменты нужно, не надо стесняться, нужно просить Всевышнего, нужно молиться Ему, нужно... Он их дал-то, эти моменты, чтобы мы поняли, где наши ошибки. То есть эти моменты, которые в жизни у каждого из нас неприятны, это как раз и есть те зоны роста, в которых нам и нужно расти. Хорошо, значит, вечером у нас сегодня Шмини Ацерет и Симхат Тура в Израиле, это один день проходит, значит, День остановки, это такой последний праздник, длинной серии праздника Суккота. И мы... Вообще непонятно, что делать в этот день, просто он говорит, остановитесь. Вот этот Миха, который мать обокрал, правильно? Мать свою обокрал, вот, да, Бога любил, но мать обокрал, все. Вот это вот, вот это тот Миха как раз, правильно? И, значит, сегодня, сегодня мы прощаемся, значит, встречаемся мы уже после, после не завтра утром, и не послезавтра утром, а в четверг утром, и уже как раз, как раз заходите на страничку, сейчас я вам прям дам ссылочку, на страничку в Телегон, Ваикра, вот, чтобы вы, значит, могли в эти дни продолжать изучать Тору по той книжке, которую мы будем изучать все дни, Хитос, и получать оповещение о уроках. Я не знаю, возможно, будут даже уроки те, кто живут в Израиле, те, кто живут в Израиле, для них уже, для них уже, значит, сейчас, те, кто живут в Израиле, не тот, я прикрепил комментарий, значит, те, кто живут в Израиле, для них же уже послезавтра, будет, послезавтра для них будет уже, сейчас, секунду, Вот, я прикрепил сейчас правильный комментарий Телеграм-канал Ваикра Завтра для них праздник А послезавтра для них уже не праздник Поэтому уроки Торы будут, но не мои Так как я нахожусь за границей Все, всем удачи, успехов Чтобы мы начали новый цикл изучения Торы Серьезно, классно, книга бы решит Начинаем мы Тору прямо Прямо сначала учить И самое главное изучать Тору И соблюдать заповеди Все, всем удачи, успехов Пока, и чтобы Всевышний принял Ваши молитвы Все, всем пока